наш эфир продолжает программа час ивана енисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям я думаю что наши зрители на youtube не будут возражать против того значка который мы поставили на изображение это перечеркнутый стоящий на колени колено преклоненный мы не приветствуем вставание на клан на колени перед бандитами и которые устраивают погромы в нашей стране какая-то часть американского общества и особенно большие корпорации все встали на карачки все встали на карачки это возмутительно так что я надеюсь что наши зрители не будут протестовать против этого значка который на протяжении всего эфира будет стоять перечеркнутые стоящие на колени ну хорошо а теперь давайте перейдем хотели поговорить о верховном суде сша совершенно верно прежде всего я добавлю что полностью согласен сергеем и что я только рад что наш эфир сопровождается вот той самой картинкой когда я ее обнаружил то очень обрадовался в дебрях твиттера что кто-то ее вообще сделал но я очень рад что она получила такое широкое распространение чем шире тем лучше потому что все мы знаем что человек не должен вставать на колени перед другим но может перед любимой женщиной в определенных случаях но это как бы не обсуждается да ну а теперь к верховному суду на самом деле у меня были некоторые сомнения значит с чего сегодня начинать с культурной войны который уже идет на уничтожение или с верховного суда но выбрал я все-таки сута культурная война она увы только набирает обороты к сожалению еще будет актуальной боюсь не одну неделю а так верховный суд благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и увы на этой неделе точнее теперь уже на прошлое верховный суд ничего хорошего нам не принес более того довольно таки серьезный удар по так скажем конституционному консерватизму и первая реакция вообще была полного куд бессилия и разочарование для меня конечно же очень во многом то есть когда я допускал те пары проблемы что были с эпидемией тут я не сомневался что америка выстоит так или иначе погромы тут все уже серьезно но я вам говорил что здесь у меня в общем-то вера была есть и будет что по крайней мере большинство свое слово скажет а вот верховный суд тут может по сравнению с эпидемией погрома это не так серьезно но вот для меня это была та самая последняя капля сейчас к счастью я уже надеюсь более спокойно смогу объяснить почему я так болезненно это реагирую но тем не менее итак я прокомментирую три решения и заодно объясню что же такого плохого и почему эти решения они могут отрицательно сказаться на перспективах переизбрания президента правда теперь я уже вижу что это может и положительно сказаться но всему свое 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 время и так так получилось что практически все судьи условно говоря консервативного блока но на самом деле все-таки оригиналистку мы говорим с вами консерваторы и либералы но в верховном суде все таки я тоже это использую это не совсем правильный правильный оригиналисты и активисты так вот ну все-таки консерваторы будем говорить консерваторы показали себя не с лучшей стороны а при этом практически все а либералы они как были блоком так и остались и всякий раз когда а хоть один, условно говоря, так сказать, консерватор-оригиналист переходит на их сторону, то все заканчивается плохо. А, к сожалению, на прошлой неделе это было не один раз, а гораздо больше. И единственным, кто себя показался наилучшей стороны, ну, тут уж дело не в моей симпатии, но это так получилось, это опять был тот джентльмен, чей портрет, видите, за моей спиной, это есть Кларенс Томпс. И еще, кстати, замечу, что Кевина, хотя от него как раз, по поводу него было больше опасений, но он себя показал тоже неплохо. А Лита не всегда, Горсыч и Робертс, они, увы, себя дискредитировали на прошлой неделе. Горсыч так серьезно, наверное, в первый раз, хотя были с ним проблемы. С Робертсом тут уже невольно начинаешь думать, что действительно у него какие-то, даже при всей моей нелюбви к конспирологии, но что у него с администрацией Обамы какие-то дела есть, потому что, ну, это уж совсем странно. Ну, по порядку, как я сказал, три дела. Первое даже не дело. Первое – это отказ от его рассмотрения. Дело в том, что Верховный суд, он, как вы знаете, какие дела принимает, какие-то, не принимает, но даже когда дело отвергается или откладывается, то все равно судьи, несогласные с этим, свой комментарий пишут. И дело, связанное с правом на открытое хранение оружия, вот его суд отказался рассматривать, и Кларенс Томас, и поддержал его, насколько я помню, только Кевана как раз, вот в своем заключении Томас указал, что Верховный суд себя ведет в отношении второй поправки совершенно неправильно, потому что делает все, чтобы эти дела не рассматривать. И таким образом отказывается, вообще-то, от своей функции. А функции Верховного суда – это, да, сами знаете, следить за тем, чтобы не нарушалась Конституция. Право на оружие в Конституции есть, и всякий раз, когда Верховный суд выделывает такие номера, то это означает, что суд прячется и пугается. Далее Томас просматривает длинную историю и приходит к выводу, что если мы исследуем юридической традиции Великобритании и Соединенных Штатов, то вторая поправка права на открытое ношение оружия подразумевает. Да, есть какие-то, могут быть, ограничения и так далее и тому подобное, но само по себе право есть. И то, что суд проигнорировал это, хотя, как написал, опять же, Томас, будь то дело связано, например, с абортами или еще с чем-то, то суд бы точно согласился рассматривать. Ну, вот это вот показатели того, что в суде не все хорошо. И очень жаль, что это понимают в данном случае только двое судей. Но это, повторяю, было даже не дело, хотя тоже серьезный момент. А вот дело, с которого прошлая неделя началась и которое уже всех потрясло, это дело по дискриминации согласно сексуальной ориентации и сексуальной идентификации. Потому как судьи своим большинством, и это большинство было серьезное, потому что и Робертс, и Горсыч, они оказались на стороне активистов-либералов. Более того, Горсыч даже написал решение суда, что совсем плохо. И здесь Алита был автором основного мнения меньшинства, Том с ним согласился, и Кевин, автор второго решения меньшинства, которое протестовывает постановление само по себе. Итак, в чем же, собственно говоря, дело? Дело здесь в том, что согласно мнению большинства, закон о гражданских правах или акт о гражданских правах 64-го года, который запрещает дискриминацию по вопросам пола, там, да, то самое страшное слово из трех букв, из четырех звуков в английском языке, то есть секс. Так вот, там просто сказано дискриминация по такому-то такому-то расе, секс, по-моему, возраст, еще что-то такое. Все. И вот Горсыч, якобы оригиналист, тем не менее пускается там в какую-то изощренную лингвистическую еще какую-то экспертизу, чтобы объяснить нам, что вот, оказывается, это самое коротенькое слово имеет под собой столько там разных значений, что и сексуальная ориентация, и сексуальная самоидентификация под него подпадают. И тем самым Горсыч, которого мы многие, и я в том числе, аплодировали, полагая, что мы получили оригиналиста, он совершает сразу два, ну, громко это прозвучит, но не обвесудьте, два преступления против юридического оригинализма. А Лита в своем заключении на них, ну, он больше на первое указал. Итак, какие это два преступления? Первое. Оригинализм исходит из того, еще раз напоминаю, что вы следуете тексту, вы следуете оригинальной идее, которая вкладывалась в текст, и если текст не дает вам ответа, то вы смотрите на традицию юридическую, как это толковалось в прошедшее время. И второе, это то, что существует такой принцип, как разделение властей, и что законы принимаются Конгрессом, Конгрессом, а судом они только раз, суд следит, чтобы они соблюдались. И таким образом, 64-й год, напоминаю, сексуальная ориентация никого не волнует. Геи, может, не в таком положении, как были раньше, но, прямо скажем, они большой любовью и общество не пользуются, и сам по себе, это не хорошо, не плохо, не в этом дело вообще. Дело в том, что акт 64-го года был рассчитан на помощь чернокожему населению, и для борьбы с столь любимой демократами сегрегацией. И таким образом, никаких геев, трансавиститов, трансгендеров, кого угодно, там быть не могло в принципе, никак. Так, и никто в Верховном суде вроде бы ничего подобного и не делал. Таким образом, Горсыч нарушает заповедь оригиналиста номер один. И далее, раз этот закон принимал Конгресс, то и Конгресс должен его менять. И более того, Конгресс, как написал Алито, такие попытки предпринимал. Было, существует там два или три законопроекта, согласно которым эта формулировка меняется, и там будет сказано, что да, дискриминация по сексуальной ориентации и так далее и тому подобное, но пока конгрессмены и сенаторы, они боятся этот закон менять. И так эти законопроекты у них там и глохнут. И получается, что Горсыч, он взял и написал закон заново, чего судья делать не должен. И так, пожалуйста, нарушен принцип оригинализма и нарушен принцип разделения властей. В закон вписано то, чего там нет, и чего не задумывалось точно. И второе, закон переписан, переписан судьей, чего делать нельзя. И это действительно проблема. Да еще и потому, что это сделал, повторяю, Горсыч назначение с Трампа и человек, который, подразумевается, должен быть оригиналистом. Я тут не буду вам говорить, что можете пересмотреть ту передачу, когда я рассказывал про книгу Горсыча и сказал, что у меня возникли некоторые сомнения. Я здесь не хвалюсь. Мне на самом деле очень жаль, что мои сомнения подтвердились. Но, тем не менее, так оно и есть. И следующее, третье дело, это то, ну, все были уверены, что Трамп убеждает. То есть, его указ об отмене этой самой ДАКи, то есть, амнистии для несовершеннолетних нелегалов. Ну, то есть, уже в открытую все говорили, что вот сейчас дожидаемся решения суда и думаем, что делать дальше. Нет, мы дожидаемся решения суда, и выясняется, Робертс присоединяется к либералам, и выясняется, что вроде бы президент может отменить, там напрямую не сказано, что все, нельзя эту самую трогать ДАКу, но вот что, как он это сделал сейчас, он этого делать не может. И это вообще, даже мне, человеку без юридического образования, непонятно, что это за такая странная логика. Пусть юристы меня и засрамят. Но судья Томас, и я опять ссылаюсь на него, пишет вполне открыто, что если есть закон, который, даже не закон, это я уже оговариваюсь, если есть указ президента, который принимался без согласования с Конгрессом, то он вообще-то не совсем законен. И таким образом новый президент имеет полное право его отменить. А если суд президенту отказывает в этом праве, то он, суд я имею в виду, и Томас тоже открывает дорогу такой ситуации, когда президент может абсолютно любую незаконную вещь своим указом провести, а президент следующий не сможет ее отменить. Потому что он просто-напросто будет бояться, помятуя вот о том, что суд так себя и ведет. Томас, его надо слушаться, и уже не раз об этом говорю, потому что действительно прецедент создается очень нехороший. И получается, что отменить, повторяю еще раз, то, что все признают, отменить можно, теперь суд решает, что этого делать нельзя. И эта ситуация совершенно безумная. Как Роберт за такого додумался, я не знаю, и знать, если честно, не хочу. И вот эти три решения, они, как я уже сказал, все ужасные, так или иначе. Ну, два. Все-таки про оружие, это не решение, как я говорил. Но почему я сказал, что это действительно очень плохо? Потому что вспомните, что было пять лет назад. Пять лет назад, примерно вот в это же самое время, было два решения суда. Это опять Обама Кир был спасен, и гей-браки были легализованы. И тогда многие писали, что вот консерваторы, ничего, дождемся, 16-го года победит республиканец, и ситуация изменится. И вот мы видим, что пять лет прошло, победил республиканец. Два назначения произошло, а ситуация не изменилась. Опять два решения, которые идут в противовес всему, что консерваторы, соблюдающие Конституцию, учтят. И для очень многих это действительно может стать моментом нежелания, безразличия. Если ничего не меняется, что нам делать? Какая разница? И это действительно очень плохо. Ну и плюс то, что я уже сказал, скована администрация вторым вот этим вот решением по ДАКе, и что открываются вообще непонятно какие просторы для ЛГБТ-активистов решением, в котором Горсыч поучаствовал. Но какой повод для оптимизма, который все-таки есть? Повод для оптимизма, ну, во-первых, в том, что Трамп уже сказал, что он все-таки ДАКу отменять будет, и что он предпримет новые усилия, и я надеюсь, это случится. А второе, это то, что, ну, дело даже не в том, что будут новые назначения и так далее. Дело в том, что любое подобное поражение, это поражение, оно должно придавать все-таки желание бороться дальше. И стараться, чтобы, чем больше судей будет назначено, тем больше гарантий, что все-таки среди них будут еще один Томас. И, таким образом, в любом случае, обратной дороги нет, нужны республиканцы, нужен республиканский президент, чтобы это получилось. Но, республиканцам и Трампу надо взять на вооружение два момента. Не мне им советовать, наверное, но я посоветую. Во-первых, республиканцам надо вспомнить, да и Трамп вместе с ними, что Александр Хэмилтон, федералист, в 81-м, насколько я помню, написал, что деятельность Верховного Суда и его юриспруденции вообще-то определяется Конгрессом. Это никак не означает, что нарушается тот самый принцип разделения властей. Нет. Но то, что Конгрессу надо подумать над тем, что мы получили все, не только вы, мы все получили абсолютное верховенство, юристов, это не очень хорошо. И раз отцы-основатели об этом предупреждали, то Хэмилтон не просто так это написал. Что-то с этим надо делать, надо подумывать, как вот эту вот неограниченную власть Верховного Суда все-таки ограничить. Трампу тоже стоит эту тему обыгрывать, хотя более осторожно, конечно же, это дело Конгресса, а не президента. Но у Трампа сейчас есть еще одна задача. Я знаю, многие со мной не согласятся, но уж не обессудь, я это озвучу. Дело в том, что когда по мере приближения решения по Адаке в источниках, при этом даже не левых, а именно самых, что ни на есть про трамповских, на Брайтборте, на American Greatness, пошла информация, что Кушнер ведет переговоры с Конгрессом о том, как эту самую Даку сохранить. И хотя в Белом Доме сразу сказали, что нет, 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 ни в коем случае ничего подобного не было, в Конгрессе отрицать этого не стали, по крайней мере, открыто. И я подозреваю, что что-то подобное все-таки есть. И учитывая, что вообще для сторонников Трампа Кушнер и Ванг и весь этот созданный специально для них офис американских инноваций, они стали красной тряпкой, и очень многие могут, конечно, не проголосовать за Байдена, но не пойти на выборы вообще, я это вижу, к сожалению, Трампу надо что-то с этим делать, потому что родственников на второй срок надо куда-то убирать. Послами, я не знаю, куда угодно, может, это милейшие люди, я ничего против них не имею, но Кушнер и Ванг они Трампа все портят, и если даже про-трамповские источники ресурсы, которые нельзя упрекнуть в том, что это они там истеблишмент озвучивают, левых и так далее, если они так настроены против вот этой пары, то в этом что-то есть, я считаю, и Трампа они действительно топят, надо как-то этот вопрос решать. И кто знает, возможно, действительно, вот эти вот переговоры Кушнера, подтвержденные, неподтвержденные, но эта информация прошла, они на самом деле на решение Верховного Суда тоже повлияли, к какой степени я вам не могу сказать, конечно же, но я подозреваю, что влияние было. И вот если выводы из этих трех, двух решений и одного отказа будут сделаны, то, возможно, мы эту неделю забудем. Но если выводов сделано не будет, то расхлебывать результаты и ЛГБТ-активизма и сковывания президентской администрации нам еще очень и очень долго. И напоминаю, хоть мне это и тяжело говорить, Томас не вечный, и ему может все это надоесть, а тогда у нас будут у всех, повторяю, не только у вас, серьезные проблемы. Ну вот, получается, что я на такой несколько пессимистичной ноте заканчиваю, но все-таки давайте будем надеяться, что выводы будут сделаны. И если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Ну, во-первых, я должен с вами согласиться, лучше, если Трамп отправит Иванку и Кушниров, они замечательные ребята, они очень милые, славные и так далее. Но вот этот налет либерализма, и они, безусловно, так или иначе оказывают некое влияние на политику, которая исходит из Белого дома, я думаю, было бы неплохим решением отправить их послами в доброй воле куда-нибудь, куда-нибудь, так или иначе. Что касается Верховного Суда, да, действительно, судья Робертс, у меня тоже такие мысли были, мы об этом не раз говорили, что решение, которое он принимает, выглядит как результат давления на него со стороны определенных сил, некоего шантажа, что ли, есть такое предчувствие, не знаю, насколько это правда, но такое предчувствие есть. И давайте, наверное, попробуем принять звонок, у нас еще пару минут, минуты до конца часа есть, до конца сегмента, добрый день. Здравствуйте, вы знаете, а я с вами с обоими не согласна, это исключительный случай, но вот, сейчас объясню, почему. Дело в том, что, посмотрите, сколько людей, в общем-то, достойных нам, казалось, предавали Трампа. Последний, это Болтон, для меня это был шок, и я думаю, что и для вас был шок. Поэтому, и Акушнер с Иванкой, где еще они уж очень так засветились, как либералы, я не думаю, что они где-то серьезно засветились, они преданы ему, и они, в общем-то, ведут ту же самую политику. Мне кажется, здесь дело в том, что вот эти левые, они специально сталкивают лбами разные группы, и внутри администрация Трампа то же самое происходит. То есть, то, что просочилось, что якобы Кушнер разговаривал там с членами Конгресса, не уверенно, совсем не уверенно, потому что у них вообще идет специальное вот такое вот разделение. Разделяй, властвуй, и используй всю эту макеавелевскую, так сказать, стратегию. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, я знаю ваши отношения Кушнер и Ройка Иванки, тем не менее, ну, прямо скажем, выглядит не очень хорошо, когда создается федеральное агентство для своих родственников. Ну, в принципе, это не очень хорошо. И то, что через это агентство идет влияние на администрацию президента со стороны большого бизнеса, групп разных по интересам, это все есть. И то, что, скажем, Брук Роллинс и Джарон Пома Смит, это там помощники Кушнера, они еще оказывается уговаривали Трампа не критиковать погромы, чтобы это не считали расизмом, и такая информация проходила. И повторяю, это пишут про Трамповский. Я в таких ситуациях даже не на консервативных, а именно на сторонников Трампа опираюсь. Это все есть. Программа по, знаю, вы тоже ее одобряете, но по тюремной реформе, она себя не оправдала, извините, потому что новых поклонников Трампу она не принесла. И все разговоры, что повышено черное население, голосование и поддержка Трампа, я не могу в это поверить, потому что черное население привлекают рабочие места. Трамп их создал, это я не спорю. То, что несколько черных активистов и актеров стали голосовать за Трампа и за этой реформы, возможно. Но то, что реформу трамповские избиратели не очень одобряют, это я тоже вижу. А зачем привлекать себе возможный минимум со стороны людей, которых можно привлечь другим способом, но терять своих избирателей, я не понимаю. Поэтому тую я тоже не одобряю реформу. И что касается преданности, знаете, грубо прозвучит, но не обессудьте. Мне кажется, что кот, который вредный, но с которым вам интереснее общаться, полезнее, чем преданный, но тупой пёс. А Кушнер себя ведёт, увы, как последний. Извините за такую грубость, но я кошек люблю. С Болтоном я не буду комментировать вообще никак, только пока книгу не прочитаю, прочитаю я нескоро, но скажу вам одно, мы на самом деле и Трампа, и Болтона любим именно за то, что они ведут себя именно так, как они ведут себя сегодня, а именно, что это два пацана, которые каждый упёрся и стоит на своём. Да, можно сказать, что это не лучший момент, не лучший для того и для другого, но каждый при своём. Я вообще не считаю, что здесь серьёзной проблемы нет, а вот от Кушнера вред может быть ещё серьёзным. Вот так. Спасибо огромное, Иван, я думаю, мы должны прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего вернёмся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. Иван, у нас есть звонки, давайте примем, наверное. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Ровно день, год назад в гостиничном номере был найден мёртвый, достойнейший член Верховного Скали, которого нашли с подушкой на голове. И спецслужбы нашей страны подвластны демократам, всё же это как-то замяли, хотя ответы знает только ветер. Вот, и две достойнейшие женщины уже при Трампе, Сара Хакаби и Никишелли, тоже как бы досрочно завершили своё, значит, прибытие в Белом доме. И также после этого последовали почти 50 конгрессменов сенат республиканцев перед 2018 году тоже сдали свои позиции. И в этом году 23 сенаторы тоже решили не переизбираться из республиканцев. И не кажется ли вам, что вот эти последние действия беззубые действия наших республиканцев в Сенате и Конгрессе и вот отступление от норм консерватизма в Верховном Суде как-то отражается на я думаю, что все же идет давление на наших республиканцев и они как-то так себя ведут. Спасибо. Да, спасибо. Ну, про все то, что вы привели не буду комментировать, но то, что давление есть, безусловно, да вы его видели последние две недели, еще какое давление, когда идут погромы и реальная культурная война, пока бескультурная, если уж ее называть своими именами, но тем не менее сейчас реально идет война против республиканцев через прессу, через все, что угодно, и многие пугаются, к сожалению. И не только у вас, это во всем мире, только против консерваторов, но в прошлый раз мы об этом говорили. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Алло? Да, пожалуйста. Так, добрый день, Иванович. Спасибо за передачу. У меня вопрос, если не возражать, относительно памятника генералу Ли. Значит, как известно, генерал Ли был главнокомандующий войсками конфедератов, то есть был за сохранение рабства и за отделение южных штатов от северных. войска конфедератов потерпели поражение. Вопрос мой следующий. Почему и кто ставил не один многочисленный памятник генералу Ли? Как кому герой войны? не совсем. В общем, пожалуйста, вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, генерал Ли считался действительно военачальником весьма авторитетным. Военные историки спорят на его счет. есть мнение, что и довольно-таки основательно, что он вообще-то чудом оказался на стороне конфедератов только из-за лояльности своему штату, а мог бы вообще-то командовать армией севера. И понятно, что человек действительно авторитетный и вполне уважаем. Я уже много раз говорил, повторю еще раз, я в той ситуации на стороне севера и таковым остаюсь. Тем не менее, в той войне обе стороны заслуживают нашего уважения. И ломать памятники генералу Ли или генералу Джонстону или кому угодно, но это так же, как ломать памятники генералу Гранту или Шерману. А как вы видите, происходит сейчас именно это. Они начали с конфедератов и перешли уже на генералов и на президентов, которые представляли север. они же на одном не остановятся ни в коем случае. Поэтому отношение генералу Ли это ваше личное или мое личное мнение, но то, что памятники ему нужны, я считаю, безусловно. вообще на мой взгляд все эти памятники невозможно сравнивать с этими баланчиками, изображающими Ильича или то, что было в Советском Союзе. Это действительно культурная ценность, художественная ценность, потрясающе выполнены, великолепно выполнены. И они украшали города, украшали места, и то, что происходит разрушение. И что теперь? Ну, начнем ставить памятники Флойду, Обаме, Клинтону, что, что, дикость. Я понимаю, у нас вот, я не знаю, где они сейчас, раньше они недалеко от моего дома вообще все хранились, около, на Крымском Валу, там памятник Дзержинскому, Ленину, Сталину, ну, пусть они забирают себе и ставят, чтобы они в Москву не засоряли. Другое дело, я вам такой гадости тоже не пожелаю, чтобы они Сиэтл засоряли, но в Сиэтле там уже мусора полным-полно, в том числе того, который на двух ногах ходит. Я вспоминаю годы жизни в Советском Союзе, в какой бы город ни приехал, на каждой станции стоял этот болванчик с вытянутой рукой, изображен в национальных традициях данной местности. это было настолько нелепо, так что сравнивать эти памятники и памятники, созданные действительно мастерами, неправильно. Что касается памятника, памятник генералу лет вообще уже стал символом, он на обложках где угодно. И опять, не важно, как вы к нему относитесь. Важно то, что эта часть американской истории, она заслуживает уважение. У людей было два взгляда на конституцию. Я могу придерживаться взгляда севера, вы можете придерживаться взгляда юга, ничего страшного. Но и те, и другие заслуживают нашего уважения, здесь я останусь при своем. Даже хотя я считаю, что Линкольн был прав. И что касается культурной революции, этот термин используется и по-моему очень правильно, имеется в виду культурная революция в Китае, осуществляемая хуйнвебинами. Вот такая параллель, не в том смысле, что она культурой и насыщена культурой. Нет. Культурная революция это как раз революция по уничтожению культуры. Ну, так принято было ее называть культурной революцией в Китае, если вы помните. Да, конечно, конечно. Но просто как-то уже когда говоришь культурно, глядя на то, что происходит сейчас, ну вот хочется сказать бескультурно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В пятницу «Голос Америки» сообщил о том, что ряд республиканских сенаторов создали фонд в поддержку Байдена и за один день собрали 14 миллионов. Не могли бы вы прокомментировать это событие? Спасибо. Ну, я... Насчет сенаторов я не знаю. Какое-то там есть объединение республиканское, которое действительно... И, кстати, они, по-моему, еще именем Линкольна прикрываются, которые действительно за Байдена во все агитируют. Ну, пусть. Что я могу сказать еще? Глупости в мире много. Явление ново-трамперов это не новое, это начиная еще с предвыборной кампании 2016 года. И вот как раз эти самые люди, конечно, и при поддержке лево-радикального отребия они собирают деньги, выступая против президента Трампа. Одним из участников этого объединения является муж Кэллиэн Канвэй, адвокат, который постоянно выступает с нелепой критикой Трампа. Ну, есть... Я не удивлюсь, если Мит Ромни там может поучаствовать каким-то образом, поскольку личная ненависть. Если бы был жив сенатор Маккейн, я думаю, он тоже присоединился бы к этой группе. Ничего нового в этом нет. Вернее, ничего нового в этом отрезке времени в этом нет. То есть, это беспрецедентный, наверное, я не знаю, я такого не слышал, не знаю, может быть, когда-то и было, но мне неизвестно во всяком случае. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я вот просчитал, по-моему, в Брейкбарде, что Роберт, судья, он был частым гостем на самолете Киринштейна. Поэтому его и держат так. Ну, знаете, много есть версий, есть версия, что у него усыновление или удочерение, я уж точно не помню. В общем, что приемные дети, у него как-то там что-то не то с ним. Не все кошерное, якобы, да. Не, но дети это ерунда, но то, что он был на этом самолете, понимаете, об этом говорят еще с 13-го года, когда Робертс спас Обама Кирф. Тогда Эпштейн вообще никого не волновал. Так что все-таки тут может быть все что угодно, я еще раз повторяю, но действия Робертса они не вчера случились. Это довольно-таки давняя, увы, традиция. Иван, идут разговоры о выводе американских войск из Германии, но вот об этом что скажете? Да, сколько успеем, здесь у меня на самом деле с одной стороны двоякое впечатление, потому что я понимаю тех, кто говорит, и многие консерваторы, кстати, что когда американские войска откуда-то выводятся, то это воспринимается как признак слабости и образуется некий вакуум. Но с другой стороны, вот в случае с Германией, я полагаю, что выводить войска тут вполне разумно. И что Трамп, хотя окончательного решения еще не принято, и его, как я сказал, консерваторы и республиканцы из палаты представителей уже бомбардируют угрозами и просьбами, но Трамп на самом деле следует завету человека, который стоял у истоков консерватизма, что самое интересное, а именно Герберта Гувера. И Гувер как раз полагал, НАТО нормально, войска в Европе уже не очень, потому что лучше наращивать авиационную или морскую силу и сотрудничать с Британией и с Азией. Япония, Тайвань, ну еще Филиппины. Сейчас Филиппин не так, но при Гувере было так. И в принципе система Гувер, как мы видим, она неожиданно возвращается и возвращает ее Трамп. Я не знаю, в курсе ли он, что так говорил Гувер, но может советники в курсе, а Трамп может просто инстинктивно до этого доходят. У него часто инстинктивные решения гораздо лучше, чем те, которые ему дают советы. Поэтому смысл в чем? Если Европа хочет защищаться, пусть она берет деньги, естественно, объясняет, на что они пошли, и вооружается. Или вкладывает свои деньги в НАТО. Если Европа этого не делает, то до свидания, найдем себе другое применение. Более того, Гувер, он как раз предлагал, что из Европы надо периодически угрожать войска вывезти. Это то, что делает Трамп. Я уже не раз говорил, что иногда Трамп оказывается гораздо ближе взглядом консерваторов 40-х, 50-х и 60-х, тех, кто, повторяю, был у истоков движения, чем многие консерваторы нынешние. Другое дело, а вот как поступать потом? Есть версия, что Трамп переводит войска в Польшу, он пообещал, что в Польше будет увеличено представительство, но там поляки забеспокоились, они были бы рады, но на них будут тогда дуться немцы, если это будут те самые войска, которые будут выведены из Германии. Тем не менее, надеюсь, Трамп с поляками договорится, потому что в нынешней системе действительно немного приоритеты следует менять. И у Трампа есть очень хороший шанс выстроить такой сильный альянс, не отказываясь от НАТО на самом деле, но еще один альянс, который может быть гораздо более долгоиграющим и более надежным, чем сотрудничество с Германией, Францией, Италией и с кем угодно, в общем, с теми европейскими странами, которые действительно превратились непонятно во что, вне зависимости от того, входят они в НАТО, не входят и так далее. Есть, как я уже сказал, Британия, с которой так или иначе сотрудничество укреплено будет. И есть Дания, вы знаете, что я очень симпатизирую одной датской партии, считаю ее самой лучшей в Европе, но что мне наверное приятно, я замечаю, что администрация президента к Дании тоже в последнее время обращает особое внимание. Мы помним эту историю с Гренландией, но вот не так было освещено в прессе, а в Гренландии открылось консульство американское, это впервые с 1953 года, и открылось оно на прошлой неделе. И датчане, и американцы, и тут уже консерваторы Трампа поощряют, очень этим обстоятельством довольны, потому что это означает консульство, туризм, вложения, и все такое прочее, и само по себе укрепление отношений с Данией, оно чем полезно? У Дании очень выгодное положение, географическое, и в Дании есть очень хороший шанс, правда, это произойдет не раньше 2023 года, но что в Дании победят на парламентских выборах действительно правые, правые проамериканские. Сейчас там социал-демократы, но это они в ряде пунктов трамповскую программу, кстати, взяли по поводу эмиграции, например, хотя там свои проблемы, не будем пускаться. Так вот, если побеждают правые, то, имея поддержку Америки, Дания хочет, по мнению правых партий, выходить из ЕС и образовать союз с королевством, с Великобританией. И вы уже видите, какая получается связка. Штаты Британии, Дания автоматически другие скандинавские страны так или иначе будут с таким союзом сотрудничать, будут ему помогать. Тем более, что и в Швеции, и в Норвегии, в Швеции особенно, там засилие беженцев и иммигрантов приводит к тому, что тоже рост правых настроений не идет, о чем я вам рассказывал. А если Восточная Европа, которая озабочена своей безопасностью гораздо больше, чем Европа Западная, и те же самые поляки, которые изо всех сил стараются вкладываться в оборону, подключаются, то мы получаем с вами такую ситуацию, что Европе Западной, зажравшейся, простите мне такое грубое слово, им уже придется соображать, что им вообще нужно. Либо действительно платить, либо оказаться в состоянии, что они никому особенно не нужны, и что вот этот союз, который я вам назвал, который может образоваться, он может и не образоваться, к сожалению, но мне хочется надеяться, что он образуется, что с ним так или иначе надо будет иметь дело. И если эта система будет реализована, Британия, Северная Европа, Восточная, то Западная волей-неволей будет и в деньги вкладывать, и делать все, что и захочется, и тогда вопрос вывода, невывода войск волновать уже никого на самом деле не будет. И это очень хорошо. Что там с Азией я уж не буду говорить, оставим ее пока в покое. Главное то, что я полагаю такое вот манипулирование войсками выведу, не выведу, это факт, который в пользу администрации президента. И дальнейшее укрепление отношений с теми странами, которые ну как-то выпадают, я уж не буду повторять, я их несколько раз сегодня называл, это тоже полезно. Вы знаете, конкуренция всегда вещь важная. И когда Трамп, даже не Трамп, уже американская администрация воспринимает, что Европа это вот обязательно Франция, Германия, ну в лучшем случае, может там еще не знаю, Австрия, Италия и какие-то страны, да, Южная Европа и так далее, это очень сильно вредит американской внешней политике и сильно ее ограничивает. Когда же образуется, мы выходим за рамки вот этих стран и начинаем искать союзников там, где я назвал, то перспективы будут весьма и весьма полезны. Ну и как я, наверное, буду регулярно заканчивать почти каждый свой выпуск в ближайшие полгода, для этого нам всем нужно, как всегда, в ноябре, чтобы победил, сами понимаете, кто, и чтобы в Конгрессе и в Сенате и в Палате представителей большинство тоже было, сами понимаете, чье, потому что, не дай бог, побеждают демократы, но вся вот эта вот система, она пойдет на смарку и опять укрепление бюрократии, опять американские солдаты охраняют зажравшихся европейцев, это сейчас никому не нужно. Так что я ни в коем случае не призываю вас, как всегда, за кого голосовать, я просто обрисовываю вам картину, которая сейчас намечается и которая может приобрести законченный вид только по мере второго срока президентства Трампа. На мой взгляд, картина заслуживает того, чтобы приобрести законченный вид. Ну вот, в ваших силах помочь ей этот законченный вид приобрести. Если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам ему слово. Мы еще хотели поговорить о проекте реформы, реформирования полиции, но уже сегодня, наверное, не получится, в следующий раз об этом поговорим. Но вот неприятную новость передали вчера союз хакеров под названием «Анонимы», которые по всей вероятности близки к Антифе, ну, если не организационно, то идеологически, похвастались, что они взломали базы чуть ли не двухсот полицейских агентств по всей стране. Неприятное заключается в том, что они собираются вывесить в открытом доступе личную информацию на полицейских, которые работают в штатском, то есть «Андеркавер», а также «Осведомителей». Поскольку без осведомителей полицейская работа обречена на провал, можете себе предстоять, чем это чревато. Ну, да, с полицией ситуация просто катастрофическая, и хотя, да, не хотелось бы на такой мрачной ноте заканчивать, но вот здесь все действительно очень серьезно, и все заголовки мейстримных новостей, антиполицейские, даже про Трампа забыли, кстати говоря, сегодня только вспомнили из-за митингов, а так всю неделю там 10, выяснилось, что 10 лет назад где-то там полиция застрелила кого-то, выяснилось, что 8 лет назад кто-то там умер и так далее, это, конечно, плохо, что это случилось, но то, что это сейчас выплескивается, это вполне понятная атака на полицию, и то, что опять те республиканцы не очень за нее заступаются, за полицию, а стоило бы, вот это не очень хорошо, но об этом действительно тогда уже через неделю, ну и может хоть какие-то у нас будут положительные новости за эти 7 дней, хотелось бы верить. Да, можно будет потом поговорить о ралли, которое прошло, которое будет проходить в ближайшее время. Спасибо огромное, Иван, ралли, кстати, проходили, я получил удовольствие от того, что я его слушал, в отличие от других президентов, которые читают выверенные тексты, выверенные слова, монотонно, иногда наоборот, вот Обама обладал талантом с придыханием говорить в каких, ну, в необходимых местах. А этот говорит на простом языке, рассказывает историю о том, как фабриковали историю мейнстрим-мидия по поводу того, почему он взял стакан двумя руками, почему он шел, то есть ему приписали уже две болезни по итогам вот этого репортажа, по итогам, когда он выступал на выпуске в Вестпоинт. В общем, интертеймент такой, наряду с серьезными проблемами, о которых он говорил, еще и такой интертеймент. Спасибо огромное, Иван, еще раз, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова